Мы с вами должны, глядя на то, что мы сделали, мы с вами должны ответить на три вопроса коллективом. Первое. Какие большие темы мы можем выделить в том, что является для этого коллектива важным проблемным образом? Второе. Что из них мы уже называли стратегических приоритетов? Мы говорим, вот эти блок проблемы, он со стратегией скажет. Какие вы бы добавили в стратегию, глядя на статистику, которая у вас получилась? А какие темы стратегическими не являются, но, например, являются базовыми поддерживающими? Вот мы сейчас с вами должны, по идее, в докладах разложить наши с вами вот эти проблемы на три больших корзинки. Первое. Первая корзинка. Мы про это уже говорили. Оно в стратегии, и поэтому проблемы только подтверждают, что этим надо заниматься. Второе. Тема, которую мы выделили, мы забыли про нее в стратегии, но она является для нас критически важной. Ее надо добавить. Да, у нее такой статус есть. И третье. Эта тема важна, все про нее говорят, в стратегии ей делать нечего, потому что как только она будет решена, она уйдет из стратегии района. Ну, с ней надо разбираться. Вот такая у нас самая задача. Вот эти самые три блока. Пожалуйста, когда вы будете сейчас делать доклад из того, что у вас получилось, можно не все рассказывать. Тут вообще мелким шрифтом в пятом написано. Поэтому есть где-то крупные, где-то крупными мазками, где-то вы долго обсуждали какие-то карточки. Может быть, вы расскажете на каких карточках, вы залипли. Такое тоже может быть. Например, вы какое-то написали, и вот вы в течение полчаса разбирались с этой проблемой, пытаясь понять, пытаясь окручить. Вот, давайте такие доклады мы сделаем. С кого начнем? Давайте вас на сладкое оставим. Вон там есть отсюда. Или из вас нужно? С нас. Ну, давайте, добьете тогда их. Может, вы сейчас все расскажете, они так скажут, да, загладите. Добрый день всем. У нас проблем действительно оказалось очень много. Ну, потому что мы здесь очень много обсуждали. И вышло так, что уровень дохода жизни, качество нашего УЛУСа вышло то, что 70% населения УЛУСа, это сельских населенных пунктов, они получают меньше прожиточного. Я вот думаю, значит, они не могут качественно жить, качественно питаться, вот, и также отдыхать. И, как говорится, они считают себя несчастными, потому что они не получают полноценные качества жизни. Так ведь? Вот. Второе. Это безработные молодежи. То, что молодежь, опять же, в сельской местности у нас остаются безработными. Потому что после окончания учебного заведения они остаются безработными. Так. Третье. Детям негде заниматься спортом. Вы согласитесь, что действительно сейчас у нас в городе Покровске у нас нет места там, где могли бы дети заниматься бесплатно. Вот. Это тоже нас затрагивает. Вот. И теперь, хотела бы сказать, что отсутствуют бесплатные досуговые образовательные учреждения. Это летние лагеря. Потому что, если опять же мы возьмем сельскую местность, например, да, то родители-бюджетники, они могут оплатить. Но, опять же, сельская местность, например, которые за них безработные, они не смогут своих детей устроить вот эти летние детские лагеря. Согласитесь? Вот. Так. И также отсутствуют льготные лекарства. Потому что льготные лекарства, перечень у них всегда заканчивается. А то, что лекарства, которые остаются в продаже, то они очень высокие. Так. Теперь еще хотела бы сказать, что для пенсионеров-инвалидов идет самокурортное лечение. У них ограниченные. Вот. Здесь уже социальная защита, да. Так. Хотела бы сказать, что вы наверняка почувствовали, что каждым годом у нас увеличивается на что? На ГСМ, на электроэнергию, на коммунальные услуги, да. И также увеличиваются на энергоносители, на газ. Вот. Вот. Поэтому мы вынесли вот эти красные... Мы вынесли их семь проблем. Второе. Это душа, человечность. Это значит, мы опять же вернемся к ветеранам войны, которые у нас остаются опять же без внимания. Их только вспоминают 9 мая. А почему-то 1 октября, день пожилых людей, их вообще не считают. Вот. Ну и второе, конечно, это отсутствие нравственности, духовности в наших школах. Потому что учителя, они только учат. А почему-то духовная нравственность, воспитание духовной нравственности, они почему-то относят именно к семье. А педагоги сами почему-то этим не занимаются. Так, третье. Безопасность. Безопасность это несанкционированная свалка. Ну, вы теперь уже знаете, да. Чуть ли не у каждого дома стоят бочки. Вот. Ну, а если, например, бочек нету, то, как вот мне сказали, что... Вчера буквально мне подошли и сказали, я спросила, ни в коем случае сейчас нельзя сжигать сухой мусор. И также сухую траву. Они сказали, а как мы будем не сжигать, если вот эти, они санкционированы на наши свалки, не принимают. Они только, опять же, идут через оплату. И тот даже не принимают через оплату. Только через администрацию города. Вот это вот две, два пункта, которые у нас оказались... А, вот бесхозные. А, второе, это бесхозное количество собак. Собаки, вы наверняка знаете, да, что особенно после летнего сезона, после дачных сезонов, сезона, сезона у нас собаки становятся бесхозными. Вот. Ну и также и коровы, и лошади, которые не, опять же, не имеют, как говорится, своих хозяевов. Если вы держите рогатый скот и лошадей, то, пожалуйста, будьте добры, следите за ними, так, чтобы они не кусались. Так, третье. Третье у нас туризм. Туризм у нас... Там три этих... Так, это у нас... То, что внутри города у нас, вы наверняка знаете, по братьям Ксенофонтовым. Если раньше общественный транспорт, автобус девятка номер 9, 10, 2, 113 и 110 ходили через эту улицу, то сейчас они не ходят. Потому что после ремонта вот этой газовой трубы никакого ремонта не производилось. Это очень большая, да? Так. И, конечно же, это отсутствие транспортной связи. Это, опять же, здесь мы имели в виду, брали до титаров, мы можем поехать на транспорте, а после титаров с Синска до Исити уже нет дороги, потому что там все прерывается. Если весенние, осенние месяца, то они остаются совсем необеспечены. Так, и третий, третий, это то, что обмелела река. Вы, наверное, заметили, да? Если раньше, когда мы спускались на реку, то всегда говорили, это озер, это наше море. А сейчас этого моря нет, там обмелела река. Почему? И почему? Потому что наверняка это наводнение, пожары, изменение структуры вот этих планшатов, да? И также, конечно, и рыбы не стало. Вот, и туризм, а, туризм, туризм у нас, если мы здесь имели в виду уровень развития туризма, если мы будем развивать туризм, то значит доход процента, чтобы нам оставался в Лусе. Вот, и вот поэтому вот такие вот у нас, думаю, проблемные эти мы вынесли. Как вы думаете, согласитесь с этим? Верхнюю часть. Ага, и еще вот эту верхнюю часть мы не смогли сформулировать то, что людям сейчас вот за лишние квадратуры населенных дачных участков и частных домах почему-то сейчас облагают налогообложением. Вот этот вопрос мы тоже подняли для того, чтобы это... И как теперь говорят, если сельская местность, она продает, например, огурцы, помидоры, то, что она выращивает у себя на участке, то это тоже облагается налогом. И вот поэтому вот этот вопрос мы и вынесли. Спасибо за внимание. Мне кажется, что вот в этом блоке сельс, да, у вас есть несколько пунктов, которые можно специфически выделить как под темы. Там, не знаю, например, в такой степени вы говорите, вот тут же здесь уровень дохода, это про занятость, про рабочее пространство. Качество жизни, это про сервисы, услуги и сопровождение. То есть можно как минимум на две части поделить. И если вы так их поделите, может быть, что-то из того, что снизу, например, транспорт какой-нибудь, он у вас уйдет в сервис и услуги. Но вот, то есть понятно, да, у нас в этом месте задача не склеить, а как можно дальше, при этом удерживая общую тематику, как можно дальше разделить. Поэтому вот, ну, например, вот так. Это не в смысле критики, а у нас сейчас другие доклады еще будут. Мы посмотрим, какие у нас там темы выделяются. Хорошо. Спасибо. Так, ну, видите наш доклад, да, у нас были очень долгие споры. И все-таки очень долгие споры, да. Мы даже хотели попросить дополнительное время, но вкратце, да, то есть именно по позиции. Первая позиция – это родители. По основной проблеме мы пошли по беспризорным собакам, то есть это угроза здоровью жизни ребенка, перенос всяких разных болезней и так далее. Кто ответственный – это муниципальное образование, город Покровск. Ну, мы как бы в разрезе именно города Покровск взяли. Следующая позиция – это инвалиды-колясочники. Инвалиды-колясочники мы путем долгих споров выделили две проблемы. Первая проблема – это недостаточность социальных услуг для инвалидов-колясочников самих каковых. Здесь у нас ответственная соцзащита и правительство Республики Сахар-Якутия. Также второй проблемой мы выделили отсутствие свободы передвижения именно для инвалидов-колясочников. То есть тот же самый инвалид-колясочник не может, например, грубо говоря, с третьего этажа самостоятельно спуститься, когда у него отсутствует лифт либо пандус, и прийти, например, лучше даваться об этой бельгой и подняться на второй этаж, чтобы посмотреть картинную галерею. То есть это уже отсутствие свободы передвижения. Здесь уже ответственный, тут мы тоже долго спорили, уже управление архитектурой, кто именно сами дома проектирует, мэрии города Покровска, дороги ГИБДД, которые создают пандусы, пешеходные переходы для инвалидов и так далее. Задерж. Тут уже просто началось уже. Здесь у нас как бы начну с проблемы. Проблема у нас идет издевенчества, мотивации, мотивации и ждевенчества, от которой выходит нехватка рабочей силы. Со стороны какой позиции, это мы посмотрели данные проблемы. Это со стороны предпринимательства, как нехватка рабочей силы. Со стороны работника центра занятости населения, так как у него статистика, наоборот, растет и никак не уменьшается. Также министерство экономики. Министерство экономики тут уже о том, что идет, нет экономической оборачиваемости этих денег. Также федеральная налоговая служба. То есть эти же издевенцы, которые по безработице получают социальные выплаты около 40 тысяч рублей. Ну вы понимаете, да, мы берем в разрезе, например, 2 взрослых человека и 3 ребенка. По выплатам по безработице где-то 40 тысяч. Эти 5 человек физически очень трудно выжить на 40 тысяч рублей. Поэтому они каким-то серым способом все-таки занимаются сельским хозяйством. Либо продают что-то, делают, либо что-то делают. Но это не указывает федеральная налоговая служба. И это же не отражается в министерстве экономики. Также это проблема позиции со стороны региона Республики Саха, Якутия. О том, что все-таки безработица не падает, а только растет, растет, растет. Потому что все хотят просто сидеть, получать социальные выплаты 40 тысяч рублей и не двигаться. Зачем, да? Ну, кто ответственный? Ответственный за все это все-таки правительство, которое этим способом пытается убрать бедных людей, устранить бедность. Тем самым они делают социальные пособия для безработицы. Но тем самым же они сами... Для безработицы вообще пособия? Вообще пособия. Да. И вот именно они иждивечествуют. Так, следующая проблема это... Так, со стороны общественника молодого, общественника молодого человека, это мы в разрезе кангаласку-булгуса взяли, и идет проблема в том, что нет выделенной структуры по молодежной политике. Ответственные за это депутаты и глава муниципального района. А что вы имели там в виду? Именно нет выделенной структуры по молодежной политике. Мы имели в виду... В данное время есть только один специалист по молодежной политике на весь кангалаский УЛУС. Только один. В разрезе другого УЛУСа, как у Мегина-Кангаласкова, есть отдел по молодежной политике, в котором работают пять человек. И теперь сравним работу одного человека и пяти человек. Один человек, который он... И по молодежной политике, и по ДВН, и тот же террор, и так далее. Получную загруженность, бюрократия и так далее. В Мегина-Кангаласках пять человек, один ПДН, один террор, один молодежная политика. Вот поэтому в разрезе именно Кангаласкова УЛУСа, именно развития по молодежной политике, к сожалению, нет. Мы сами общественники это очень хорошо знаем, и это постоянно мы лоббируем при главе муниципального района. Но этот вопрос сейчас уже решается. По кластерам, то есть мы распределили то, что в экономике у нас один, это вот идет по нехватке рабочей силы, вот Минфин, ФНС и так далее. По социальной защите это у нас идет инвалиды, колясочники, родители. Идет по молодежной политике вот нет выделенной структуры. И по спорту. А по спорту тут идет с позиции спортсменов, позиции жителей Покровска, тех, кто хочет заниматься спортом. Именно проблема в отсутствии хорошо оснащенного стадиона. И стадиона как такового. Правильно. Ну, ответственные за это у нас глава и депутаты, которые ставят этот вопрос. Это касается только спорта или физической культуры? Физической культуры, спорта, здравоохранения, ЗОЖ. Ну, это как мы под спорт, под отдельные классы. Спорт это совсем определенный по видам спорта получается. А физическая культура это масса, физическая культура, население. Спорт и физическая культура, спорт, население. Давайте я спрошу. А вы же сейчас добавляете формулировку в раздел, правильно? Да. А проблема, которая в этом разделе у вас лежит, где она находится? Мы не успели прописать. Ну, это значит, что там ничего нет пока. Есть так-то, знаете, нет. Подожди, так-то тематика можно написать в любом районе. У нас же нет задачи здесь написать избыточные направления. У нас была задача посмотреть, а что вы выделяете в первую очередь. Вот в этом коллективе. Это не означает. Смотрите, у нас же, если у меня сессиями, у меня дня, у нас же на самом деле работа не заканчивается. Я про это говорил. Я на Толею Скалунчику это говорил с утра на ролике. Он говорил, что вообще-то мы вам показываем, как это собирать. А дальше, если у вас есть желание, есть кто-то активный, кто способен как-то это сформулировать, вот те шаблоны, которые мы даем, вы дальше спокойно подключаете и продолжаете перегружать. И в этом смысле, чем больше материала будет, тем полнее будет это самое районное, а потом региональное общеизвлекательное. Поэтому вы, знак вопроса, подчеркивать, надо вопрос поставить. Если у вас будет возможность, вы просто дарисуйте, да завтра шли меняем. Завтра тоже, да? Да. Мы завтра будем работать, продолжать. Вот. А могу я добавить там физическая культура и спорт сейчас сразу? Ну, подождите. Да. Это все-таки была эта группа, это была доклада. Потому что вдруг завтра меня нет. А вы написать бумажку, поставьте вашим коллегам, они завтра ее покажут. Итак, вот у нас четыре класса. Проэкономика, соцзащита, молодежная политика, ну и потенциально присутствующие спортсмены. Хорошо. Так, давайте третий вопрос. Так, давайте, рассказывайте. Дуэль. А, вы прямо целый друг был. Правильно? Это называется одиночный массовый ксер. Это когда люди стоят вроде независимы друг от друга, но если друг с одним другом нет. Скажите, пишите. Начинаю. Я ребенок, живущий в селе. Мне 14 лет. Моя проблема, я не могу, не раскрываю свои таланты. Потому что не хватает кадров, инфраструктуры, ограничений, нормативов. Ответственные, ответственные МО, ММ, Министерство образования, Минспорта. И, заинтересованное лицо, это тоже как Министерство образования. Но, насчет отключительных нормативов, наверное, все знают, что УДС США имеются свои... В общем, у нас в селе 197 детей и 3 тренера из США. Невозможно открыть дополнительную серию по спорту, потому что не разрешает количество детей. В связи с этим в селе только волейбол, бокс и больная борьба. Все. А дети хотят... На столе и теннис. А, на столе и теннис есть. Извините, да, 4 вида. В связи с этим... Да, футбол. В связи с этим... Проблема демократии. Да, на счет инфраструктуры, подобающего детского дворца, там, спорта и так далее. Следующая проблема в сфере воспитания. Катаемо родителей. Нас сказали о том, что вообще проблемы отцов и детей у нас стоят острова во все времена. И наш дет не исключение отношений между нами и нашими детьми. Но нам перед нами поставили задачу, чтобы мы показали результат, да, именно в проблемах, которые в настоящей части. И все мы знаем, как такие плотные примеры, как синий кит, экстремистские движения и различные иные сообщества, средства в массовой информации, получается, да? В массовой информации, получается, да? И это у нас порождает то, что наши дети подпадают под сужое влияние. В том числе, ну, здесь мы до этого очень долго обсуждали именно вот этот вопрос. Потому что многие считают то, что нынешнее поколение, оно совсем другое. Во-первых, отсутствует социализация... Про вас так ваши родители говорили. Да. Вот это непонимание, да? Понимание... Потом через поколение возвращается, потому что бабушки вас видят много. Да. И вот, в связи с этим, то, что у нынешней родители также отсутствует контакт с ребенком, простого человеческого общения. Ну, мы там говорили о том, что мы много работаем, в бедене и так далее, но... Смысл в том, что все равно есть такая тема, что очень много информации, очень много. Даже взрослый человек не может нормально фильтровать информацию, доступную и для наших детей в том числе. Поэтому нам необходимо в этом плане проработать совместно с родителями, с семьей. И, кстати, мы говорили о школе ответственного родителя. Наших детей, нас самих не учат быть родителями. А вы же понимаете, что вы сейчас делаете? Вместо того, чтобы описывать проблему, вы начинаете рассказывать про инструменты. Аморомент уже. Нет, подождите. Нет, смотрите. Подождите. Давайте так. Поскольку у нас материалов много, этот материал, мы же наблюдали, так сказать, страну, как вы там залили в эту тему. Давайте мы попробуем для всех остальных, чтобы это не было... Понимаем, что не только с этой группой мы работаем. Я могу сказать, что вот в этом столбце приблизительно половина... Это тоже инструменты решения. Но здесь не проблема писать. Например, тариф – это не проблема. Тариф – это инструмент. То, что он настроен плохо, может что-то означать. Но здесь тоже половина инструменты. Поэтому давайте с этой штукой поработаем, как с нормой нашего обдумывания. Может быть, в это ваше обсуждение мы сейчас возлюбим, в том числе, требования к проекту, о котором вы начинаете говорить. Наши заставки. Ну, мужчины завтра поедут. Давайте поговорим. Вот, смотри. Представим себе, что всего этого нет. Нет проблемной ситуации. И что тогда родитель может делать? Смотрите, давайте на примере той группы, я вклинился в какой-то момент, и мы нащупали проблему. Вот тут есть такая формулировка – обмелела река Лена. Да? Ну, что себе проблема? Ну так, на секундочку, да? Смотрите, в такой формулировке это не проблема. Это факт. Теперь мы говорим, а если она не обмелела, то тогда? И вдруг внезапно выясняется, что при ответе на эту формулировку понятно, что ты делаешь. Ты ловишь рыбу на глубине, ты не занимаешься отбрасыванием песка, да? Ты не занимаешься тушением пожаров, ты не занимаешься ратьем дополнительных каналов, чтобы дамбы не рвало. То есть, понимаете, понятно, что в этом случае ты можешь делать, если вот это не так. А в вашем случае? Вот у вас есть контакт с ребенком. Тогда у нас будет психологически здоровое поколение? Нет, только тот ребенок, с которым есть контакт. За все поколение вы не можете говорить. Ну, ребенок психологический. Видите? И он у вас такой один. Ну, хорошо, пять, ладно, двадцать. Вот, говорите, контакт с ребенком есть. У меня вот есть контакт с моими детьми. Я продолжаю считать потерянным поколением. Ну, как нормальный отец нормальных детей. Ну, так все так думают. Потому что реальное общество больше живет. Ну, вот, да, смотрите, теперь. Но проблема какая-то есть. Правда, вы же не просто от нее залилили? Не просто. Давайте попробуем подумать. А что там за проблема, что вы в нее так залили? Абсолютная нехватка времени родителей за воспитанием ребенка. Вот, теперь смотрите. Теперь смотрите. Представим, что у нас есть время. И что, да, что в этом случае у нас получается? Еще раз, смотрите. Я все время пытаюсь, еще раз, я не пытаюсь вести в экспертизу. Я пытаюсь сделать так, чтобы ваша формулировка, повернувшись через меня, стала формулировкой, которая дает энергию. Вот, река Лена теперь глубокая. Там понятная энергия, там все ясно. Вот это я не мог, а теперь могу. А тут, вы говорите, у меня теперь есть контакт с ребенком. И что? У меня теперь есть с ребенком понимание. И что? Ну, оно и сейчас какое-то. Это река смелела, и тут понятные проблемы. А тут непонятные проблемы. Значит, надо больше уделять времени с ребенком. Нет, подождите. Это негативное влияние тогда у нас в социальных, в таких, в социальных сетях. Вот, теперь смотрите. Повлияли, и что произошло? Социальные платформы повлияли? Ну да. Мы с вами... Загадают под влияние каких-то различных гардеробок, что-то они делают. Так, теперь не попали под влияние. Безопасность ребенка влияет. Все равно. Не попали под влияние, и что происходит? Ребенок будет в безопасности. Ну, это ну, склад. Как у нас сейчас школы, детские сады. Сдал ребенка с утра, вечером забрал, не изменился, и ладно. Да? Вообще-то это образовательное учреждение. Оно развивать ребенка должно. А мы за безопасность. Еще раз. Вы должны... Вот у вас же очень хорошая суммалировка. Легко подпадают под чужое влияние. В том числе и негативные. Да нет, у них свои ответственности нет. Понимаете, не мнение. Мнение у них вагон. Вспомните себя в 10 лет или в 12. У вас мнения хватало на Покровск. Из-за нехватки времени пропала ответственность родителей на воспитание детей. Подождите секундочку. Да никуда она не пропала. Ответственность на родителях все равно есть. А степень влияния на детей из-за разных инструментов растет. И получается, что я родитель ребенка ответственен за неизвестно, чье влияние. Ну да. Понимаете? Вот в чем проблема-то. Отсюда эта история про нехватку времени. Ты говоришь, ну если бы я на нем следил, наверное, другие бы на него не влияли. Он бы тогда воспитывался так, как я этого хочу. В части семьи эта проблема решается, как это. Дети цветной жизни сорвал и подарил бабушке. Ты как бы бабушке подарил, все, и у тебя ответственность на старших. И поэтому, когда он начинает что-то делать, ты говоришь, это вы виноваты. Пока я деньги зарабатывал, вы плохо его воспитали. Но это внутри семьи. А когда снаружи, вы не можете так сказать, потому что вы это не контролируете. Поэтому проблема, которую вы здесь озвучиваете, выглядит очень просто. Я вынужден отвечать за то, чего я не делаю со своим ребенком. А контролировать это я не могу, потому что нет времени. Потому что я занимаюсь. Все не правильно. Теперь, смотрите. Но если вы правильно формулируете проблему, то тогда понятно, в каком направлении надо работать над решением. И вы про это сказали. Высвобождать время родителя. Фокусировать ребенка на взаимодействии с людьми, чье влияние не является чужим. Понимаете? Правильно сформулированная проблема – это три четверти решения. А тут непонятно, что с этим делаем. Мы пытались. Еще раз, смотрите. Хочу вам сказать, что вы, ну в смысле ваша группа, не единственная. А знаете, что вам мешает? Это секрет не только. Очень просто. В этих карточках есть вот эта прокатка. В тот момент, когда вы точно определяете держателя проблемы, точно определяете, не называете, а определяете. У вас проблема формулируется сама. У вас там не родители. А взрослые ответственны за действия ребенка. Понимаете? Другой тип формулировки. Когда вы ее не просто называете, а функционально описываете, вдруг внезапно становится понятно, в чем проблема. Я обязан за него отвечать, больше не могу за него отвечать. Прямое противоречие. И очень-очень легко идти в следующий инструмент. Поэтому, когда мой коллега Андрей напал на общественницу вот здесь, помните, у вас было обсуждение? Мы смотрим, что происходит. Он не имел в виду, что общественник не имеет права разбираться с проблемой транспорта. Он имел в виду, что проблема, которую вы описываете, она либо пассажира, либо перевозчика. Потому что функционально в транспортной системе нет других ролей. А общественник – это некоторая сила, которая за этим наблюдает. Ну, так и другое наблюдать. Я считаю, что с каждой из карточек, которая здесь есть, можно так поразбираться в течение двух, трех, пяти минут, просто остановившись. Я вот уже приводил пример, да, вашей коллеге, она ушла сейчас. Про палец. Этот человек приходит на прием кучу и говорит, болит здесь, болит здесь, тут, тут, тут и тут. Он говорит, у вас сломан палец. То есть вы должны найти место боли, а не тыкать в разные стороны, написывая кучу текстов, потому что вы сами себя путаете. Вообще, сколько у вас здесь написано? Кипит, экстремисты, контент. Сейчас скажу, что Анатолий Анатолий сказал, что и интернет вам надо запретить. Тогда у вас вторая половина аудитории, которая молодежь, надо бы просто на делу подняла людей, которые предлагают. Без интернета нет заработка, в новом поколении. Понимаете, вот не надо себя путать. Останавливать. Да. Я был вынужден это сделать, но на этом примере это сделать здорово, потому что мы все, так или иначе, в этом пространстве можем себя почувствовать. Либо как неводители, либо как дети. Ну, либо как люди, которые хотят повлиять на чужого ведра. Без ответа. Дедушка и бабушка не было. Это, кстати, основная проблема. Что дедушки с бабушками забывают, что вообще-то они безответственны в воспитании своих внуков, в отличие от родителей. Они про это забывают. Это серьезная проблема, общественная проблема. Но, увы, вот у нас, у меня четверг детей, все там занимаются на специальном масле. Потом, говорит, что ты за ними досмотрел? Я говорю, я в Никутке работаю. Понимаете? Вот. Доложите, пожалуйста, ваши карточки. Там есть важное. Но только вот теперь, когда вы будете редакладывать, попробуйте то же самое проделать с позицией. Вот с этой вот. Кто я? Я руководитель, глава муниципального образования отрежной администрации. Моя проблема, то, что не хватает... Невозможно зарабатывать. В общем, нет других иных путей, источников получения денежных средств для наследия администрации. Понимаете? Нет денег, потому что нет денег, это опять инструмент. Дайте деньги, и будет инструмент. Там другая проблема. Невозможно зарабатывать. Я хочу закрыть прорехи, а заработать по-другому не имею права. Потому что такая позиция. Все говорят, что мы там дотационные, но денег мало дают и так далее. Но в то же время мы не можем даже за услуги трактора получать какие-то принципы на лицевой счетно-бежной администрации. И, кроме этого, и за это, соответственно, у нас необходимо решение. Ну, подождите. А вот давайте послушаем. Вот тут интересная штука. Ну, нам же дальше завтра работать, чтобы вы понимали, как строится. Это самое проектное решение. Вот видишь, это не наслежная администрация. Это надо создавать унитарное предприятие, где должно быть минимум два работника. Это страховые износы, и это все равно минусовая. И мы уходим в глубокую экспертизу. Подождите. Но, вот давайте так. Что вы только что сделали? Вы же понимаете, что вы только что вот эту позицию подменили на другую. Здесь был глава муниципального образования, распорядитель бюджетных муниципальных средств. Ну, какого-то или какого-то подведа директора. Вы из него только что сделали предпринимателя. Понимаете, он перестал быть просто распорядителем, он начал вести хозяйственную деятельность. По зарабатыванию денег. Это моя полномочия, хозяйственная деятельность. Еще раз, смотрите. А тогда почему вы так не можете вести, если это ваша полномочия? Денег нет. Ну, так как здесь вот еще раз, чтобы вы сами себя вилку загнали, вы не можете зарабатывать. Зарабатывать вы можете. Но та форма, которая вам позволяет зарегистрировать зарабатывающее предприятие, на вашей территории убыточна по той форме налогообложения. Если бы у вас, грубо говоря, глава МСО мог бы стать самозанятым и платить за доходы только 6%, тогда было бы зашипеть. А сейчас он только что сказал. Вам нужно минимум два сотрудника, аж директор и бухгалтер, как это положили. И понеслась плюс 35%, плюс то эрохеропедия. И стараться убыточной. Возможности есть. Юридическое образование можно создать, но оно не в этих границах. То есть оно совсем другое. Не то, что вы написали сверху. И это один из способов проектного решения. Когда вы сначала назывались одним образом и были стеснены разными, а потом переназвались и снесли часть ограничений. Сейчас били. Зарабатывать, это само собой предпринимательская деятельность, это не то, что касаемо наследженной администрации. Но мы забываем, орган местного самоуправления, это не государство, это не власть, это местное сообщество, которое занимается хозяйствующей деятельностью на территории наследия. Нам нужно строить дороги, нам нужно очень много инфраструктуры делать. А на это, как будто на карманные расходы ребенку дают деньги, то же самое, вот наследь, на, играйся, и все. Тем, тем же самым необходимо вот этот институт, вообще статус его, повысить путем добавления механизма получения иных источников. Ну давайте про ребенка, давайте на этом же примере, вы очень хороший пример привели, значит, вы говорите, надо ребенку поднять статус, чтобы он не только карманные деньги мог получать, а какие еще. Нет, не ребенка статус, а администрация сейчас. Стойте, 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 подождите, мы же ребенок, а мы же взрослые. Ну нет же, права-то у вас детские. Поэтому давайте на примере ребенка, подождите, погодите, давайте на примере ребенка. Вы говорите, как детские, так поняла? Точно, точно. Теперь смотрите, когда вы сейчас приводите в пример карманные расходы, вы говорите, деньги, которые нам выделяют, это как ребенку на карманные расходы. Так что я вам предлагаю, останьтесь в этой метафоре и подумайте, что нужно сделать ребенку, чтобы получить деньги не только на мороженое, но еще и на плейстейшн, и натурному на мобилу. Что ему надо сделать? Стать несовершеннолетним зарабатывать. Почему он не может сейчас зарабатывать? Потому что через суд добиться дееспособности полной. Но лучше идет. Стойте, 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 стойте. Еще раз. Он может, вот эти карманные деньги выделенные, как-то закрутить и увеличить на какие-то... Ну, у нас, к сожалению, финансовая деятельность до 18 лет как раз в этом смысле больше запрещена, чем предпринимательская деятельность. В 14 лет. Больше. В 14 лет будет работать, у него открывается трудовая книжка. А финансовым ответствием он еще быть не может. Он зарабатывать может, а финансовой операции не может. Поэтому, смотрите, вы говорите, мне бы позарабатывать. Да? Но я для этого должен перестать быть нахлебником в семье, который приходит и говорит, ну ой, тут на местное самоуправление. Ну, наверное, вы говорите, надо статус поменять. Вы же когда здесь в ПЗ рисуете, вы же указываете на какое-то ограничение. Правильно? На какое? Увеличить полномочия. Действуя сейчас как деление. Подождите. Да вы не полномочия увеличиваете, вы распределяющий поток пытаетесь увеличить таким образом. Вы же видите, за полномочиями деньги пойдут, да? А если нет? А если не пойдут? Он полномочия увеличит, а финансовый поток не увеличит. А как обычно? Ну, конечно, так происходит со всеми властными структурами. Я говорю, что ты там, 30 человек окучивал? Надо 40. А деньги? Держись. Смотрите, у нас сейчас полномочия в виде обязанностей, и нам нужно одно полномочия в виде права получать на счет администрации и небюджетные. Небюджетные средства. О, я же говорю, вам надо статус поменять. Правильно? Что такое внебюджетные средства в этом случае? Вы говорите, я хочу не только карманные деньги получать, но и право собственного дохода. И не собственного дохода чисто идет по налогам. Три налога, вида налога, местных налогов. У нас население не увеличивается. Теперь, смотрите, но вы же в этом месте поменяете, я же правильно говорю, вы вместе перестанете быть этой позицией. Потому что позиция, которая получает в небюджетные деньги, она имеет право тратить их как-то на скотч. Правильно? Какая гарантия, что вы будете тратить их? Не в карманах, а по полномочиям, которые расписаны у меня в законе. Я не могу просто еще купить. А деньги, которые я отнял в школе у друзей, я буду тратить не на мороженое, а на то, на что я хочу. Потому что не ты мне их давал. Не-не. Не-не, это же проблем не будет. Что же по полномочиям? Буду. Кто вас будет ограничивать? У меня на полномочии денег нет. Кто вас ограничить будет в этом месте? Честь. Что? Честь и совесть? Казначей. Нет, они же просто хотя контрольные. Контрольные и казначейство. Казначейство у нас отразит. В общем, в прокуратуре у нас надзора хватает. То есть вы считаете, что в этом случае, если вам просто решат получать небюджетное средство? Я смогу построить детскую горожанку. Хорошо. Не-не, смотрите. Нормально? Проект? Да. То есть вы говорите, вот есть проект нормативных, изменений который решает определенный набор проблем вот проблемы у вас было 2 образование одно воспитание а еще одну и для развития села там в смысле у органов местного самоуправления есть какая ответ мне кажется по количеству жителей есть нет 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 просто про молодых специалист просто про всякие итак у вас есть образование проблема проблема 221 по количеству спасибо